Специально для официального фан-сообщества Assassin's Creed ВКонтакте. Также спасибо группе Вселенной Assassin's Creed за поддержку. Думаю, пришло время рассказать вам еще 10 интересных фактов о Assassin's Creed. Как вы знаете, данные факты не банальные, их не найти, просто зайдя в Википедию. Так что присаживайтесь поудобнее, я начинаю. Проходя игры серии по несколько раз, я стал замечать интересные вещи. Например, что некоторые кат-сцены повторяются, вот наглядная демонстрация. В Освобождении есть такая же сцена, как и во второй части. Или в четвертой части можно заметить, как пираты на заднем плане повторяют кат-сцену из Откровения. Думаю, многие знают, что Этсо в 1491 году был в Испании. На эту тему есть игра под названием Assassin's Creed Discovery. Где-то примерно в это же время разворачиваются события фильма Assassin's Creed. Не буду строить теории, скажу лишь факт. Локации, которые представлены в фильме, Этсо не посещал. Не надо кормить себя ложными надеждами. А то выйдет фильм, а там нет Этсо. И вот вы расстроены из-за того, что реальность не совпала с вашими желаниями. Вот как-то так. В одном из моих старых роликов я рассказал о том, что есть DLC про Коперника в Братстве Крови, эксклюзивно на PlayStation 3. Но умельцы смогли запустить дополнение на ПК. Напомню, что это прекрасная DLC, состоящая из восьми воспоминаний. Если вы хотите ее пройти, то я оставлю ссылку в описании на инструкцию о том, как запустить все это на ПК. Вот в серии Assassin's Creed ассасинов представили как няшных любителей справедливости, правосудия, равноправия и так далее. Но это очень далеко от реально существовавших ассасинов. Вот вам несколько фактов о них. Во-первых, они не были орденом скрытых убийц, а скорее шайка бандитов, которые убивали жертву не скрытно, а демонстративно, на глазах людей. Желательно кроваво. Обычно это была политическая фигура. И многие из убийц даже не сбегали после этого, а стояли на месте и травили речи. К тому же стоит сказать, что у них было много последователей. Например, они захватили Аламут без единой жертвы, потому что многим людям нравилось их учение. А когда комендант крепости обнаружил, что никто не слушает его приказы, то сразу же дал Диору. Короче, они практически никак не похожи на ассасинов, которые мы привыкли видеть. Например, в игре они благородные, в реальности они занимались вымогательством. Ну и так далее. Многие знают, что первый ассасин скуп на интересные задания. Но нужно знать, что на это есть причина. Вы, конечно, можете сказать, что игра разрабатывалась 4 года. Почему они ничего путного не сделали? Я все разъясню. За 2,5 года они создали движок. Консультировались с историками. Создали этот большой мир. А на его наполнение выделялось не так много времени, как хотелось бы. Например, изначально планировалось, что в игре будут животные. Поэтому и была сделана локация королевства. Также в игре не были добавлены много персонажей. Например, Салах-1, Конрад, Монфер от Короля Иерусалима и многие другие. Также в игре не был реализован запланированный кооператив. В итоге мы получили то, что получили. В мультфильме под названием Assassin's Creed Угли можно заметить много интересных вещей. Например, у Эцио есть по какой-то причине портрет Эмелио Барбарига и портрет Венецианки, на которой изображена сама София. Кстати, данная картина была написана в 1505 году Альбергтом Дюрером. Ну и как вы понимаете, разработчики из Ubisoft решили сделать бэкграунд данной картины. Пахвально. Еще можно заметить, что вела Эцио точно такая же, как вела Сальвияти из второй части. Я уверен, многие из вас играли в трилогию Эцио именно с русской озвучкой, которая довольно неплоха. Но она никак не может конкурировать с оригиналом. По одной причине – уникальность. Понимаете, голос Эцио в дубляже обычный, и таким же голосом говорит, например, Генри Грин. Но в оригинале актер Роджер Крейг Смит придумал для Эцио уникальный голос, который вы нигде больше не услышите. Причем этот чувак настолько талантлив, что он изобразил 17-летнего подростка, уже взрослого мужчину и даже зрелого человека. В дубляже, например, Эцио две игры говорит одним и тем же голосом. Неважно, 17 лет ему или 40. А чтобы в откровении это не бросалось в глаза, было вообще решено заменить актера дубляжа. Так что совет от меня – играйте в оригинал. Русская озвучка неплохая, но она не ровня оригиналу. Как вы знаете, новой Ассаси не будет в этом году, и не факт, что будет в следующем. Разработчики решили все переосмыслить и сделать шедевр, которого мы заслуживаем. Но что я хотел сказать? На данный момент ребятам из Ubisoft не так хорошо, как им хотелось бы. Факт в том, что за последние три года у них было много фейлов. Рекордное количество. А тут и Vivendi. Это такая корпорация. Скупает их акции и может случиться так, что через примерно год сменится глава Ubisoft. А это значит перемены. И не факт, что в лучшую сторону. Пожелаем Евюге ему удачи. И надеемся, что он не потеряет Ubisoft. А вы что думаете? Хотите, чтобы в Ubisoft сменились руководители? Напишите об этом. В Братстве Крови столько отсылок на будущие игры серии «Что, Деву, даешься». Все вы знаете про сына Дезмонда, про координата Великого Храма. Но знали ли вы, что нам еще в этой игре намекали на французскую революцию? Когда в конце игры Шон начинает перечислять, что это за символы в воздухе, он говорит следующее. «Я знаю этот символ. Это фригийский колпак. Он символизирует свободу. А это, это масонский глаз. Вместе они находятся только в...» «Что? Я не могу пошевелиться». Когда Дезмон коснулся яблока, Шон не успел договорить. Так вот, фригийский колпак и масонский глаз находятся только в Декларации прав человека и гражданина. Знаете, где была принята эта декларация? Я вам скажу, она была принята в 1789 году во Франции, во время Великой Революции. Как говорят разрабы, они оставили эту отсылку, зная, что когда-нибудь они сделают игру на эту тему. Снимаю перед ними шляпу. Хотя у меня нет шляпы, но вы поняли, о чем я. Вы когда-нибудь думали о том, насколько большой размер карт в серии про ассасинов? Если нет, то вот взгляните. Это города из разных игр серии. Вот это Карибский бассейн, а сам Карибский бассейн меньше, чем карта Парижа. А карта Лондона больше, чем Париж. Больше, чем Скайрим в несколько раз и даже больше, чем в GTA 5. Боюсь подумать, насколько большой будет карта в следующей игре серии. Вот и все на сегодня. Если понравилось, ставьте лайк. Давайте соберем, скажем, вот столько. И я начну делать следующий ролик про факты. Репостните, подписывайтесь и можете заходить ко мне в группу. Всем рад. А пока, до скорого, ребята.